Регламен проведения прямых телефонных линий достаточно конкретный. В кабинете лишь депутат и его помощник. Марина Викторовна общается с гражданами на наболевшие темы. Озвученные проблемы берутся на карандаш и дальше детально прорабатываются. В статусе депутата Марина Викторовна около полугода, однако общение с людьми – дело для нее привычное. Конечно, это непростая работа, это работа с людьми, хотя, собственно говоря, я имею достаточно большой опыт и педагогической деятельности, более 20 лет. И поскольку и та работа базировалась на общении, и та тоже базируется на общении в этом плане. Конечно, жизнь напоминалась кардинально, если не говори на 360, а на 180 градусов. Это абсолютно другая специфика работы. Многое приходится самообразовываться, изучать. Часто обращаюсь и к своим коллегам более опытным. У нас в Брестской депутации работают депутаты, которые были в прежнем, в шестом созыве. Это всегда ты чувствуешь эту поддержку, плечо коллег. Профиль комиссии, в которой работает Марина Викторовна, сконцентрирован на сферах культуры, науки, образования. Ситуация с коронавирусом стала поводом взглянуть на сложившуюся систему обучения с другой стороны. Вопросы о перспективах дистанционного и удаленного обучения оказались особенно актуальны. Стал очень острый вопрос о дистанционном обучении. И, конечно же, в сегодняшней редакции Кодекса Республики Беларусь отсутствует этот блок законодательный по организации дистанционного обучения. И, соответственно, мы видим этот пробел в законодательстве. И наша комиссия, членом которой я являюсь, постоянная комиссия по образованию, культуре и науке, ведет работу по рассмотрению изменений и внесению изменений в Кодексе Республики Беларусь касательно организации дистанционного обучения. Хотя тема COVID-19 сегодня стала приоритетной во всех новостных лентах, люди ждут помощи от депутатов в насущном, в том, что их интересует лично. Как правило, это городское благоустройство, работа коммунальных служб и даже тема развития садовых товариществ. Ко мне, например, обратились отчлены садоводческих товариществ конкретно с конкретным вопросом о внесении изменений в земельный кодекс Республики Беларусь. Так что в этом плане будем работать. Сделан запрос в госком имущество по соответствующей проблеме, а также их обращение было передано в соответствующую профильную аграрную комиссию в Палате представителей национального собрания. И кроме этого, хочу сказать, что обрещания стали поднимать и такие настоящему социально значимые вопросы, которые, опять же, касаются, например, усиления практической части преподавания учебных дисциплин в учреждениях высшего образования, то есть их интересует и такая вот направленность, такая проблема. Большой спектр вопросов сегодня во внимании депутатов. И в приоритете в год 75-летия Победы помощь и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, содействие в благоустройстве памятников и, конечно же, сохранение общей памяти о героях трагических сороковых. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Дород Букуноч, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.